Теперь мы переходим к замечательной стране Таджикистан. Таджикистан – это особая страна с великой культурой, с особой традицией. Очень красивые люди, женщины, мужчины, гордый народ, воинственный, трудолюбивый, стоический такой, отдельно от всех находится, отдельно от тюркского мира, отдельно от национальных групп киргизов, узбеков. Такие стоические люди, красавцы такие. Ассоциация у меня такая. Очень гордый, красивый народ. С интересной музыкой, культурой и так далее. Соперничает с узбеками. Тоже гораздо все там лучше в плане культуры, ремесел и так далее, чем у киргизов и тем более казахов. Казахи отстали вообще, я не знаю, лет на сто. Европу подались в своих костюмах, брендах. А эти люди, таджики, узбеки, те же киргизы, культуру свою, традиции, ремеслы сохраняют. И правильно делают. Садоводство, ремесла, строят очень хорошо, качественно. Очень хорошо строят. Так что уважаю. Таджиков очень уважаю. Сторона самая умная. Образовала свою независимость 9 сентября 91 года. Умные люди, понимаете? Не как эти бешеные. В Успенский пост в конце августа рванули. Или как киргизы 31 августа спешили куда-то в окно выпрыгнуть с поезда, с последнего вагона из СССР. Или узбеки, которые в начале 31 августа, а потом 1 сентября подумали, почесали голову. Да, лучше первое число. Что-то как-то мы посуетились. Таджики сказали, а пусть эти прыгают. Сентябрь, 9 число. Прекрасно. Все. Стоическая страна. Понедельник, день луны, полумесяц. В традициях Востока, курдских народов, Востока всего. Даже Азии. Полумесяц. Все. Какие проблемы? Понедельник. Турция, Азербайджан. Понедельник. Нормальные страны. Казахстан в понедельник образовался. 16 декабря. Нормально все. Они были предпоследние. Кто перед Казахстаном? Кто объявили независимость? 9 сентября. Казахстан до декабря думал. Поэтому страна под полумесяцем. Мистическая, культурная по-своему. Этносы интересные, эпосы свои, историческая культура и так далее. Уважение к женщинам очень сильное. К матерям, к пожилым людям. Тонкая, особая и так далее. Вот сохраняют они эту этику и так далее. В 91-й мы понимаем, что это юпитерианский год, год свободы. Тогда все вырывались, все пытались построить счастье. Как построили, мы все знаем. Поэтому страна 25 лет до 16-го года как бы старалась и развивалась. Поэтому сейчас она вошла, конечно, в тяжелый цикл депрессии, застоя, внешних испытаний, стрессов внутренней, усталости. Усталости от президента, от власти, от кланов, от беззакония, от взяточничества, коррупции и так далее и тому подобное. Люди устали. Почему? Потому что страна вошла в цикл луны в 16-м году. 10 лет. С 16-го года по 26-й Таджикистан, как ежик в тумане, 10 лет будет искать своего счастья. Народ будет бунтовать потихоньку, негатив будет накапливаться. Усталость от главы государства, желание обновить вообще, изменить что-то, правила, традиции, коррупционные традиции, чиновнищие традиции и так далее. Хочет народ чего-то нового. Как вот Россия вошла тоже в этот период. Вот мы вошли в 20-м году, год луны, с 19-го на 20-й, тоже хотим перемен, как Цой пел Виктор Цой. Так и здесь. Так что таджики, они и ждут. В Узбекистане не все спокойно, в Киргизии там начинаются события. Тут в январе в Казахстане что-то. Таджики пока ждут, ждут своего часа. Но уже напряжение на границах, уже стычки с киргизами, не ровен час там соседями другими что-то начнется. Так что Таджикистан в напряжении от Афганистана, от наркотрафика, от то же самое, тайных всяких операций своих и так далее. Я имею в виду коррупционных, там контрабанды и прочего. Страна, конечно, управляется волей и эмоциями только одного человека. Это мы понимаем. Нынешний правитель у нас, Эмамалий Рахмонов, у власти уже 28 лет. Как и Лукашенко с 1994 года. О, ребята, дают. А мы еще Путина ругаем. Вы поглядите, сколько лет, товарищи, что в Казахстане, что в Узбекистане и так далее. Сколько правят, да? И Беларусь наш замечательный, батька, сегодня 2 миллиарда получил, радостные, наверное, долларов от России на импортозамещение. Понимаете? Маленькие радости у людей. Так что Эмамалий Рахмонов у нас воскресенье, понимаете? Воскресенье. Султан. Бай, правитель, султан. Старше Путина на 2 дня, 5 октября. Путин 7-го, Эмамалий Рахмонов 5-го. Представляете, одногодки, 52-й год. Разница в 2 дня. 5 октября у Эмамалия Рахмонова, 7-го у Путина. Дружит, понимает друг друга, чувствует. Поэтому мы Таджикистану и президенту помогаем всегда. На 9 мая у нас сколько раз был, да? Видели вы его? Так что мы Таджикистан в обиду не дадим. На киргизов мы смотрим так с умилением, подозрением. Так бешеный народ революции любит, да? Ненавидит президентов. Так что с ним надо поаккуратнее, с киргизами. Казахстан что-то там мутит. Тоже сложности напрягаются, тужатся. Таджиков мы в обиду не дадим. С Узбекистаном вроде наладили, вроде наладили. Русский язык, русские школы, День Победы. Идеологически мы понимаем Узбекистан. Ну, Каракалпакию как бы прозевали разведки наши и так далее. Это как обычно. В Таджикистане, а сейчас пятничный год наступает. В Голгофу входят. 9 сентября, День Независимости, пятница выпадает. Так что страна входит в ступор на два года. Пятница, Голгофа, потом суббота. 23-й. Это сложности, трудности. Экономические, социальные, нехватка денег, нехватка рабочей силы вся поразъезжалась кто куда. И дикие орды ходят и только ждут восстание начать какое-нибудь. Как в Киргизии, как в Казахстане, так и в Узбекистане. Поэтому Таджикистан, он смотрит на это все, понимаете? Смотрит. С настороженностью. Со всех сторон растет нестабильность. Страны, которые его окружают, как бы колеблется. Ладно, Туркмения, молодой президент, сразу к Путину поехал, молодец, обозначился, дружба там и так далее. Сейчас все, кто в Туркмении рванули, Узбекистан и так далее, Киргизия, чтобы те помогали газом и так далее, все решают свои вопросы. Таджикистан пока под защитой. Но, повторяю, с 8 сентября два года тяжелых. Пятница Голгофа, испытания народа, финансы, инфляции и прочие проблемы, курс валюты. И субботний год с сентября 23. Поэтому пока так нейтралитет, как в Узбекистане и Казахстане и так далее, пока нейтралитет. И Киргизия объявила тоже нейтралитет. Последний вот их сегодняшний президент. Крайний, не последний. А вообще у Таджикистана было три президента. Первый Кахар Махкомов. Это первый и последний президент Таджикской СССР. Ну, он считается первым президентом, первый по счету. Он был в субботу рожденный. Ну, партапорадчик такой, спокойный человек. 1932 года, года Луны Высокосной. Значит, потом был Рахмон Набиев. 30-й год, год Венеры, 5-е октября. Тоже воскресник, воскресник. Царь, бай и так далее. Там мутная история. Его быстро сбросили с власти. И подозрительно он погиб как-то странно. Через 7 месяцев после того, как оставил свой пост. Мутная история. Как с первым президентом Грузии мутная история, так и тут в Амсахурде. Так и тут что-то мутное. И вот пришел в 94-м Ивамалик Рахмонов. Воскресник. Царь, бай, значит, лидер. Настоящий такой. Маститый. Зарплата мне его смешная понравилась. 12 300 долларов в год человек зарабатывает. Представляете, какой эскет. Какой скромный. 28 лет у власти на такой зарплате официальной. Вот так вот. Воскресник. Вот так. В этом году у него среда. У Эммали Рахмонова. Иудин день. 30 серебряников. Сложности. Надо изыскивать средства, ресурсы. Быть нейтральной страной. Закупать оружие, опять же, современное. Границу укрепить. Видите конфликты с киргизами? И с узбеками там напряг тоже в некоторых местах. Так что напряжение, напряжение. Подсыпает пороху англичане и американцы в эти страны. Нам там надо присутствовать обязательно. В Таджикистане наша опора. Очень хороший контакт. Воскресника Эммали Рахмонова с Путиным. Воскресенье, вторник. Всегда договорятся. Всегда. Та же Соломея Зурабишвили во вторник рожденной с Путиным договорилась. Все. Спокойно себя Грузия ведет. Нейтралитет. Нормально. Тихо. Спокойно. Так и здесь. Эммали Рахмонов. Воскресенье и Путин. Вторник. Ну а среда это вот колеблется. Колеблется событие. Здоровье тоже надо заниматься. Вид у него конечно не очень здоровый. У Эмммали Рахмонова. Значит там надо заниматься здоровью. 52 год он. Вот у восточных людей это лишний вес. Артериальное давление. Стенокардия. Вены на ногах. В общем там целый перечень. Ну ленчат вроде поддерживает его. 70 лет в этом году. Как и Путину. Как и Путину. 70 лет. Серьезный возраст. Так что пока картина вот такая. Таджикистан. Повторюсь. Понедельник создан. Под луной. 9 сентября. 91 год. Первая декада. Сентябрь. Прочно. Государство. Прочно стоит. Да. Была война гражданская. Была попытка вторжения с Афганистана. Наша военная часть. Вы помните там страшные события. 95 года. Погибли наши ребята. Много кровушки там русской пролилось. Ну а мы не отдадим Таджикистан. Он под нашей защитой еще со времен Афганистана. Так что мы внимательно смотрим, бдим и в обиду не дадим. Вот такая замечательная страна Таджикистан. Сейчас переживать начнет пятничный период Голгофу. Президент в среду войдет. Пятница среда. Это сложный период. Ну дай бог им всем здоровья. Поздравляю с наступающим скоро 9 сентября Днем Независимости Таджикистана. Молодцы. Хорошую дату выбрали. 9 сентября. Никуда не спешили, как очумелые другие. Подписываемся, ставим лайки. Всего вам доброго. Не прощаемся. Спасибо, что уделили время.